Переходим к нашим деткам. Биологически активная добавка к пище омега-3 с глицином Китс Фитополис. Да, это именно БАД, биологически активная добавка. До этого мы говорили про пищевые добавки. Мы знаем, что для здорового роста и развития детскому организму необходимы витамины и микроэлементы, а также омега-3 жирные кислоты. Получить их можно с питанием. Однако в связи с несбалансированным питанием, с избирательным аппетитом детей, это мне нравится, это не нравится, это выглядит не так, это пахнет не так, и с неидеальным качеством современных продуктов, рацион ребенка чаще всего не может восполнить все необходимые для него питательные вещества. И это приводит к их дефициту, что сказывается на общем состоянии здоровья, настроения и успеваемости в школе. Почему омега-3 так важна для детей? Наш организм состоит из множества клеток, в каждой из которых есть полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Не буду вдаваться уже в состав самой омеги, те три кислоты. Для понимания, представьте такой закрытый бутерброд, да, хлеб снизу, начинка, сыр, масло, варенье, да, мы же про детей говорим, сверху хлеб, тогда хлеб становится вот такой мембраной или оболочкой клетки. Омега-3 здесь выполняет главную, главную такую роль, главного ингредиента мука. Муку в бутерброде не видно, но без нее блюдо не получится, согласитесь. Точно так же без омега-3 клетка не способна полноценно функционировать. Так вот, омега-3 присутствует везде. На что влияет омега-3? Расскажу вам 9 фактов. Первое. Укрепление иммунитета. Это жирные кислоты входят в состав мембран клеток и иммунной системы в том числе. И это способствует синтезу эйкозоноидов. Это особые молекулы, которые дают команду лейкоцитам срочно мигрировать к очагу воспаления, повышают активность клеток и макрофагов. Это значит, что при регулярном приеме омега-3 ребенок меньше болеет простудами и ОРВИ. Второе. Развитие умственных способностей. В ходе очередного крупного исследования, проведенного в 2019 году, была установлена связь между содержанием омега-3 в рационе и уровнем IQ. Омега влияет на скорость работы нашего мозга. Наш мозг – это нейроны и связь между ними. Скорость передачи импульсов между ними – это 120 метров в секунду или 402 километра в час. Высокая скорость сохраняется благодаря миелиновой оболочке, которая окутывает эти связи. Можно сказать, что головной мозг на 70-75% состоит из липидов, преимущественно омега-3. Когда омега-3 не хватает, нарушается эта изоляция и скорость падает в 100 раз. Была 402 – останет 4 километра в час. А что это значит? Что скорость, быстрота реакции, способность запоминать, логика у ребенка снижаются так же быстро. Кстати, это распространяется и для старшего поколения. Успеваемость ребенка падает. При приеме омега-3 происходит восстановление нейронных связей. Но лучше, конечно, не доводит и такого дефицита. Третье – улучшение и поддержание остроты зрения. Защита зрительного нерва как раз-таки идет тоже за счет омеги. И омега-3 принимает участие в формировании сетчатки глаза. При недостатке омеги в сетчатке глаза может ухудшаться зрение. А количество гаджетов у наших детей с их синим светом и недостаток омеги, они вместе нарушают восприятие цвета. То есть буквально дети не видят красок мира. Кроме того, жирные кислоты помогают избежать ощущения сухости в глазах, которые могут возникнуть при длительном использовании этих же гаджетов. Пятое – это снижение тревоги, волнения и гипервозбудимости. Омега-3 действует как антидепрессант. Антидепрессант увеличивает чувствительность нейронов к серотонину. Уже сегодня говорили о нем много. И при этом стимулирует работу нейронов. Шестой момент – снижение рисков сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, профилактика ожирения, то есть она снижает аппетит. Седьмое – омега-3 нормализует уровень фосфора и кальция. Интересный факт. Состояние молочных зубов у ребенка зависит от того, как питалась мама в период беременности и грудного скармливания. А вот здоровье коренных зубов, которые в 6 лет приходят на смену молочным, их красота и долговечность зависит от того, хватает ли на их построение омеги-3. Восьмое – это профилактика аллергии и развитие астмы. Омега-3 снижает общий аллергический фон. И девятое – дети сейчас быстро устают на уроках, засыпают, плохо усваивают информацию. У них идет кислородное голодание, гипоксия. Легкие человека и ребенка в том числе состоят из мелких альвеол, таких высланных изнутри смесью с сурфактантом, который не дает им слепаться. В этих альвеолах происходит у нас газообмен. Мы вдыхаем воздух. На уровне альвеол происходит транспортировка кислорода в кровь и разносится уже дальше по нашему организму. Так вот, количество сурфактанта, оно зависит напрямую от омега. То есть получается, что омега-3 поддерживает газообмен и помогает транспортировке кислорода до тканей. И девятое – поддерживает правильное гормональное созревание подростков. В период полового созревания омега-3 участвует в синтезе женских и мужских половых гормонов. Дефицит вещества может проявиться в виде высыпания на лице, задержки полового развития. И, кстати, есть еще один такой факт, что предположение, наверное, даже скорее всего, о том, что девочки, которые в период полового созревания не испытывали дефицита в омеге-3, у них риск приобрести онкологию, то есть рак молочной железы, он снижается в несколько раз. И вот это только самые основные факты влияния омега-3 на организм нашего ребенка. Еще один активный компонент в нашей добавке для деток – это глицин, незаменимая аминокислота, которая участвует во множестве жизненно важных процессов. Она вырабатывается нашим организмом, но ее всегда не хватает. Повторю то, что рассказывала уже про глицин ранее. Главная роль глицина – его участие в процессе образования энергии в клетках. Глицин при перевозбуждении защищает нервную систему от перегрузок и при этом еще улучшает память, внимание, помогает сконцентрироваться. Препарат применяют при адаптации к детскому саду, к школе, при нарушении поведения, при бессоннице, при беспокойном сне у ребенка, раздражительности, при неврологических каких-то проблемах, травмах мозга, нарушениях развития. Регулярное применение глицина помогает ребенку лучше развиваться, справляться с нагрузкой в школе, снизить вероятность вегетососудистой дистонии. Как принимать наш БАД для детей? По три капсулы в день во время еды. Такие красные капсулки с фруктовым вкусом. Как уже говорила, необходимая концентрация препарата должна быть ровной в течение всего дня, чтобы не было качелей или таких скачков. Поэтому не даем все сразу, а утром, в обед и вечером.